Ромен, телеканал Юрган, Карткировский район. Борьба с организованной преступностью, создание системы реабилитации наркозависимых и повышение эффективности работы сотрудников. Так обозначил приоритеты регионального управления госнаркоконтроля начальник ведомства Георгий Волков. Об итогах деятельности службы за прошлый год и планах на нынешний главный наркополицейский коми рассказал на расширенном заседании коллеги. Евгений Ракин теперь в курсе показателей. Ситуация с наркопотреблением в регионе стабилизировалась, рапортует руководитель профильного ведомства Георгий Волков. И приводит статистику. Количество преступлений и объемы оборота наркотиков снизились. В 10 раз упали продажи кодеиносодержащих препаратов. И в то же время зафиксирован спрос на заменители. В Ухтеевск-Тывкаре аптеки все чаще производят отпуск лекарств без рецептов. Практически повсеместно используются возможности телекоммуникационной системы интернет. Заказы, оплаты, передаются места закладок. При этом ни заказчик, ни покупатель не контактируют между собой, что в значительной степени затрубляет как проведение оперативных мероприятий, так и процесс доказывания преступного умысла. Впрочем, по признанию Волкова, не все подразделения действуют эффективно. Отличники Усинский в Оркута, аутсайдеры Ухта и Печора. Однако в прошлом году впервые создан общественный совет, который уже приступил к контрольным функциям. К сожалению, я сейчас увидела цифры, которые с точки зрения возрастания, и прежде всего это наши сельские районы, вы понимаете, что мы не можем быть равнодушными для нашей, конечно, очень большой республики, но с небольшим населением, здесь вот приводились сравнительные цифры относительно Санкт-Петербурга, каких-то там Ленинградской области, у нас население намного меньше. И эти цифры для нас большие. И прежде всего это молодежь, конечно же, это наша боль. Одними характерными мерами проблему наркомании в России не решить. Таков общий итог коллегии. Участники отметили, следует продолжить уделять внимание профилактике и взаимодействию с силовыми структурами и общественниками. Кроме того, до конца мая в КОМИ, как и по всей стране, должна заработать комплексная программа реабилитации наркозависимых. Евгений Ракин, Владимир Шишкунац, телеканал Юрган.